Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня я представляю вашему вниманию новый экспериментальный цикл видео из Ultimate Apocalypse Mode версии 1.8.2. Я хочу показать вам альтернативную историю с первого Dawn of War. Что было бы, если разработчики позволили нам играть за орков, за эльдаров и за хаос, противников космодесанта, противников кровавых воронов. И именно на тех же картах будут происходить эти сражения, именно за те расы, которые противостояли на той или иной карте космодесанту. Все это будет происходить опять же в антураже Ultimate Apocalypse и пехотных боев. Те люди, которые играли в первой Dawn of War, или смотрели летсплеи по нему, прекрасно понимают, что карты испещрены мелкими проходами, что на респах довольно-таки мало места. И если позволить яичнику использовать технику, рано или поздно он сам застроит себя там и застрянет на базе. Максимальная сложность, максимальный хардкор. Не пропустите, это эксклюзив для ютуба. Первый бой за орков. Именно они противостояли космодесанту на карте Обреченная планета. Да-да, это именно та же самая карта. И как видите, для усложнения я поставил сразу два отряда Кровавых Воронов против себя. Против орочего клана Ноги. Потому что один на один у космодесанта в пехотном бою против моих орков нет никаких шансов. Вдвоем они вполне могут создать массу проблем. Ну что ж. Сейчас вы увидите, что было бы, если все-таки разработчики позволили бы играть за противников космо. Вот она, эта же самая карта. Я думаю, все ее прекрасно помнят. Именно с нее я начинал проходить кампанию. Кстати, опережать прохождение кампании первой Dawn of War я не буду этими видео. То есть, если я не пройду какую-то миссию, карту я показывать, естественно, не буду, чтобы не портить впечатление. Эти видео будут следовать за основной кампанией. Также будет переиграна, кстати, кампания из Winter Assault. Потому что эти карты тоже имеются в наличии. Бой будет, естественно, более кровопролитный и эпичный, нежели, чем тот, который был за космодесант в первом Dawn of War. Все прекрасно понимают, что на ультимейт-покалипс совершенно другие правила и совершенно... Другие возможности, кстати, вот именно под этой вот аркой. Рядом с этой аркой на горе стоял Габриэль Ангелос и отдавал команды своим кровавым воронам. Беседовал с имперскими гвардейцами. Но это шахта для запуска, так понимаю, ядерных ракет. По крайней мере, у космодесантников в уменьшенном варианте она присутствует на ультимейт-покалипс-моде. Начиная расстрой базы, ресурсов у меня в два раза больше, скажем так, чем у каждого из них. Потому что здесь, как бы, могут играть сразу два игрока с этой стороны, я играю один, поэтому я забираю все точки себе. Гретчин готов! Если я не противостоять оручьему спаму или нет, вы узнаете в ближайшие полчаса. Им настолько шло это сражение. Скрывать этого смысла нет, потому что в любом случае... А вы увидите... По таймингу... Сколько же оно... Был по времени. Строя агитки мне нужно было как можно быстрее довести лимит до сотни, чтобы начать выводить бесплатный спам-рубак. Именно они должны были вначале сдержать атаку космодесанта и отбросить их. Ну а потом нужно развиваться быстро до элитных подразделений орков, до флешгидсов, до лутсов, до нобов, до главарей и, в принципе, уже ими довершать начатые. Если, конечно, вы успеете еще это сделать. Самое плохое, что на этой карте, во-первых, нет реликта. И вы не сможете, соответственно, увеличить количество... Лимита в два раза за 3000 влияний, 3000 энергии через агитпосты игра. Соответственно, вы не сможете вывести большое количество орков. Во-вторых, здесь нет ключевой точки. И невозможно, опять же, увеличить дополнительный приток влияния. Которое необходимо для спама, прежде всего. То есть приходится играть на тех дрожжах, что есть, и использовать те агитки, которые я сумею построить. Пошли первые мои бараки. Время идет, 4 минуты уже прошло. И космодесант не за горами начнет атаку. Гречные работают здесь. В ускоренном темпе, ведь они прекрасно понимают, что от скорости их работы зависит поручие выживание, победа или гибель от рук космодесанников. А насколько вы знаете, космодесант победил орков на этой карте в оригинальном Dawn of War. Не стал я ставить гвардию второй расой в помощь космодесантов, потому что гвардейцы участвовали, в принципе, в этих боях чисто как декорация. Там было всего несколько отрядов, которые пытались выжить, наоборот, от орчих атак. А если поставить полноценно расу целиком, то спамить они будут гигантские толпы. Это будет не очень реалистично, учитывая, что они выступали только как поддержка к самодесанту. А их раса здесь будет в качестве ударной силы именно представлена, если их выставлять полноценно. Поэтому два косма, ну а имперцы, их тела здесь разбросаны на карте, перед декорацией, опять же, будут как в оригинальном Dawn of War. Да я считаю, что косма будет посильнее, чем гвардеец второй. Все-таки у них очень дохлая пехота, и исключительно в пехотном противостоянии против спаморков они не выдержат долго. То есть мы гораздо сильнее, отгоняя здесь механикам от своих казарм, бараков. Отступает и командор у них, это не Габриэль Ангелос, но можно представить, что это он. Включая щит у механика, уже его проапгрейдил до четвертого ранга и прокачал дополнительные у него перки. В принципе, я сделал то, что хотел, начинается бесплатный спам, я успел отогнать косма. Они подходят с двух сторон, и именно у двух проходов я ставлю бараки, из которых начинают вырываться в баки. Уже проапгрейдил не по максимуму, но до первого уровня хотя бы по броне и по урону. И начинается замес, который продлится еще 25 минут. Эксклюзивные мясорубки на карте первого Даун оф Вор. Орки против десанта. Жаль, что разработчики не сделали сюжет именно за зеленокожих. Хотя, с другой стороны, по тем временам, размер игры, который был больше 2 гигабайт в 2004 году, это был уже очень большой размер. Она была, по-моему, то ли на трех, то ли на четырех кисках у меня. Двухслойный кейс пластиковый, лицензионной версии игры. Если бы сделали бы еще историю за орков, за эльдаров и за хаос, представляете, сколько бы игра весила? Она бы весила около, наверное, 6-7 гигабайт. По тем временам это было неприемлемо. Именно поэтому за космодесант, я считаю, и сделали кампанию. Из-за технических ограничений. Ну, а теперь мы посмотрим кампанию и за орков, и за эльдаров, и за хаос. 11 боев будет. 11 боев в этом цикле. Самый сложный, я считаю, будет бой за эльдаров против двух кровавых воронов, потому что у них нет. У войск, чтобы противостоять им в таких количествах, все-таки у орков есть спам. У хаоса есть колдуны, варлоки, терминаторы. У эльдаров есть исключительная хитрость и возможность атаковать внезапно. То есть можно быстро телепортироваться к ним на базу, на большой карте пока не будут атаковать вас, и уничтожить ее. С помощью звездных врат мы будем хитрость убрать, а не силой пытаться, по крайней мере. Ну, проиграем, значит. Проиграем. Будем пытаться второй раз. Если я проиграю в этой кампании, я выкладываю сливной бой, после этого этот же бой будет переигран, соответственно, с изменением так. Так будет, я считаю, интересенней. На то это эксперимент, чтобы пробовать различные варианты. Рубаю спам, и мощный орщий крик вычает о том, что у десанта большие проблемы. Пока держатся сыны Императора, но все ближе и ближе. Я продвинулся к базе первой из них. По левому флангу я уже прорвался. По правому они еще сдерживают вдвоем. Но это на рывке именно. Обилки, грани, прорываются. Так, конечно, им было бы не пройти. Пытаюсь повязать с механиком. Сейчас в бейсмарину вставлю бомбу. Для механика она не сильно опасна. Потому что он под щитом, а вот командор космодесанта погибает, и отряд космопонес значительный урон. Продолжение следует... Да, космозициант, это вам воевать не с иными кланами. Клан Ноги поведает количественное давление. В принципе, так и должны играть орки, они не должны играть с какими-то отдельными там элитными отрядами, в малом числе не должны давить массой. Элита должна идти уже за кубаками и наваливать сзади. Все новые и новые орчи-полчище. Продвигается к базе космозицианта. И, кстати, наносит он по мне орбитальный удар. Создал он свое здание, которое отвечает за бомбардировку по всей карте. Я считаю, что разработчики сделали совершенно зря эту хрень. Перезаряжается очень быстро и долбит часто, особенно когда два космозицианта против вас противостоят. Эти орбитальные удары могут быть подряд. И как он вслепую бьет, непонятно, есть подсвета-то нету. Охи, босс! Охи, босс! Талалый ворно начинает проваливаться в обороне. Охи, босс! Охи, босс! Охи, босс! Охи, босс! Охи, босс! В ряде космодесанта Проход все еще они дефят с правой стороны Но очень близко уже и отсюда орки прорвались То есть остаются буквально какие-то мгновения И они ворвутся Из правого фланга, из правого рукава Космопорта Кляри вступает в бой с ветеранами Ребята довольно жесткие, но количество орков запредельное И даже они справиться не могут Еще один мощный рывок Подорочая билка и Новая волна зеленокожих захлестывает Космодесанников Ну я готовил элиту Понятное дело, что рубаками было их не остановить Они выходят в более совершенные войска С орбиты все новые и новые подразделения сбрасывают На помощь космодесантникам А вот скинули турель Казалось бы, сумели они преодолеть мой спам Но новая волна орков Но космодесанников не дает им ни секунды времени на Перегруппировку Создание каких-то более элитных отрядов Ведь первая база практически сничтожена У одного из кровавых воронов Сражается только тот, который находится С дальней стороны У него осталась всего лишь одна Застроенная точка У космодесанника Остались казармы И остался центр орбитальной связи Но не надолго он у него остался Находится он под ударом орков Сражаясь с Джей Капеллан Основной рукопашник использует Сандесантник В принципе, это элита Все раны С очень хорошим бронированием С великолепным уроном в ближнем бою Может быть и правильно Потому что я повязал бы у него стрелков И Ничего хорошего бы не получилось И с другой стороны Ношу я у него последнюю точку Прорвался Перед правый рукав Тяжелое вооружение Подключают уже космодесанники Девастатора Со своими плазменными Пушками Наносят огромный урон По пехоте Действует правильно То есть они Пустили рукопашный отряд вперед А Стрелкоми По дистанции Наносят урон Половина боя позади База одного из космодесанников Практически уничтожена Я разнес у него уже и главное здание И остается у него буквально казармы Генератор и Центр орбитальной связи Выходит у меня громилы По звукам Наверное вы слышите Что стреляют Слаженчицы Тоже как это называют В русском переводе Древние орки Бегут Стены хотели посмотреть Многие на них Этими стенами Можно загородить В узких местах Свою базу Затурилиться Поставить Эти вот тяжелые пушки И полностью перекрытие Противнику Возможность Добраться До Вашей базы Навязываю громилами Бой отряд Космодесанта Преследую их Чтобы они не стреляли Космо не погиб Кровавый ворн Который был на передовой Он отступил И отстроил свою базу Вот здесь Она у него была Вот тут Как видите Тяжелые турели у него стоят Около точки И это последний Оплод его обороны Варбоссов вынужден отступить Потому что Тяжелым огнем Сразу Многих Орудий он находится Тут еще и библиарий Подключается С ветеранами Сражение с ним Тем временем Через центр Я прорвался на базу К второму Космодесантнику Полностью здесь заблокировал И разбираю Ломаю ему экономику Не давая создавать новые войска Оставил Одного из кровавых воронов Который Углу точки Затурелился На сладкое И решил отрезать его От помощи Союзника Пытается он Прикрыть Космодесантник Который Около точки Оставил там Все свои войска Для обороны Но попадает Опять же Волну Элитного Спама Который Его Вяжет И не дает Стрелять Уничтожает Очень-очень быстро Это им не с рубаками Сражаться Выйти лимит у меня практически на пределе Получисленности орков Все из-за того Что я не могу Его увеличить До той же тысячи Из-за отсутствия Реликтовой точки Реликтовой точки Здесь как видите Держится До сих пор Косма И нет возможности Его прорвать Потому что Все основные войска У меня на базе Второго Кровавого ворона Вон они Обходят Через узкий проход И пытаются Опять же Прикрыть Но я тут же На них обрушиваюсь Не давая Стрелять Отряду Спейсмаринов Прикрыт Прикрыт Стрелять Продолжение следует... 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 И смогли его запилить Правда это ничего для них не меняет Ресурсов у них практически нет На одной точке много не навоюешь Да и войска у них тоже кончаются Хотя отражаются не более чем достойно Он устроил фактически вторую базу Пока я разбирался с вторым Кровавым бурном Я мог в принципе развести у него здание Но решил разобраться До конца с тех войсками Которые были здесь на карте Терминаторы Тоже уже мало что могут Изменить в этом эпохальном бою Согласитесь Получилось гораздо более эпично Чем в оригинальной кампании Когда играли за кустом Несан В первом даунфорт И отбросили Они сумели отбить нашу атаку Но это все временно Потому что еще одна орчеловина Накидывается на них Лишь вопрос времени Как в десантнике Мы растопчем вас Это все временно Это все временно Главное Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и всё, остаётся 4 минуты до конца боя. Спротивление космодесанта сломанных, войска уничтожены и начинается разбор базов. Безумный крик орков оглашает окрестности, оказывая всем, что в Смодесанту ничтожен. Продолжение следует... Вот эта хрень, кстати, отвечает за бомбардировку вашей базы с любой дистанции, с их страйком, и поэтому его надо уничтожить в первую очередь, если... Есть возможность это сделать. Но сейчас это было не принципиально важно, а понятное дело, что я победил. Просто шло красивое добивание к Смодесанту. Я особо никуда не торопился, я добивал все его войска и не старался специально фокусироваться на зданиях. Кроме нескольких отрядов он уже ничего не может выводить. Он может выводить только Кэфилана, Библиария. Теперь потерял возможность выводить Библиария, но Священный Покой и Уничтоженный. Продолжение следует... Пороче, элита... Масс-спаум справляется. Прирост у меня был такой же большой, 266 в влиянии, 221 вл. энергии, но и этого было достаточно. Если бы у меня прирост был около 1000, и лимит он не 275, а тысяча, или даже больше, конечно, все было бы еще легче. Но я не стал увеличивать количество агитпостов в грамм, хотя мог бы и сделать. И так все было ясно. Если бы была необходимость, я бы увеличил эти 500-ые. И, соответственно, в два раза больше армия могла бы находиться на поле боя ордов одновременно. Последний оплот вверх с десантами, которые до последних секунд боя надеялись, что победят. Барвались ли они достойно, сражались, но орки оказались мощнее, сильнее, выносливее и злее. Не очень восприимчиво к огню. Тяжелых свинцометов в здании у космодесанта, но, тем не менее, в купе с рукопашниками я его уничтожаю за 30 секунд. Ну, вот такой вот бой. Это было первое сражение в цикле альтернативных видео прохождения первого Dawn of War. Второй бой будет также аналогично за орков. И только, наверное, пятый бой мы проведем за Эльдаров. Ну, а потом начнутся бои за Хаоситов. Все это вы видите на канале. Как говорится, не переключайтесь. Ну, давайте посмотрим на результаты боя и посмотрим, кто же был сильнее по статистике. Сколько смогли уничтожить космодесанники моих орков, сколько орки забрали с собой сынов Императора. Я бы не сказал, что бой был очень сложным, но, тем не менее, эпичности и мяса здесь было предостаточно. Тем более, поиграть в антуражи карты первого Dawn of War всегда приятно. Ну, вот результаты на ваших экранах. Один из космодесанников сумел, кстати, собрать больше у меня ресурсов, несмотря на то, что, повторяюсь, у меня было 6 точек, а у них у каждого по 3. Ну, один, по всей видимости, поставил все-таки 4 своих поста на точке, другой захватил, получается, 2. Он собрал как раз и меньше. Это был, на мой взгляд, именно тот... Да, это был тот дальний космодесантник, которого я уничтожил первым. 4195 набираю общий счет по армии. 5810 набирает один из космодесанников, который был на передовой. Тот, который был сзади, всего 530. И подробный отсчет. 368 я уничтожаю у них подразделений. Но это не мудрено, потому что, видите, войск у них было немного. Один из них вообще практически не успел никого создать, потому что ресурсов у него не хватало. Армия была элитная. И она вся была уничтожена. А вот космо, который был на передовой, сопротивлялся как мог. Даже 298 собрал армию. Ну, у меня размер армии был 1519. В общем, я уничтожаю 368 подразделений. 1195 уничтожает один из кровавых воронов, другой всего лишь 128. Потерял подразделение 1323. 308, один космо. Второй 60. Здание уничтожил 56. Один из космо 5 уничтожил зданий. Второй 0. Но все это было сделано исключительно орбитальными ударами. Ну, по размерам армии я уже, собственно говоря, сказал. Общий счет 4195, 5800 и 530. По ресурсам 93 тысячи у меня. Собрано было 108 тысяч у кровавого ворона, который находился на передовой. 46, ну, 47 тысяч практически у второго. Технологии 2150 у меня, 2200 у одного из космо и 510 у второго. И общий счет 99 тысяч, но почти 100 я набираю. 116 тысяч у кровавого ворона, который был на передовой. И 48 тысяч у второго. Ну, что ж, вот такое вот начальное сражение. Если оно вам понравилось, не забывайте поставить лайк. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу этого экспериментального цикла видео. Нравится вам или нет. И хотите ли вы продолжение. Ну, что ж, а на сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok